Привет, народ! Как вы, наверное, чувствуете, что за окнами снег и приближается к нам Новый год? Вот, и уже, как бы, у многих блогеров появилось видео новогодних товаров из чекспрайса. И я уже посмотрела несколько видео и посмотрела себе кое-какие маленькие нужности, которые мне понравились. Я бы хотела для себя, для своего дома Новый год, чтобы у меня были, чтобы я украсила ими дом. Вот, и я пошла целенаправленно, то есть у меня был список того, что мне понравилось, что я хочу. И я шла целенаправленно именно за этими вещами. И по ходу того, как я сейчас покажу, что приобрела, я еще покажу, что я все-таки прихватила, чего не планировала. Итак, пакетик, в принципе, внушительный получился, поэтому буду шовшать. Во-первых, вот такие вот маленькие подсвечники. Я думаю, что из-за света из окна видно, что на них изображено. То есть здесь домик со деревьями, а здесь снежинки. Я планировала взять два синих и два серебряных, но... То есть два синих, собственно, я взяла. А вот серебряные, я пересмотрела все, что было на витрине, они все были бракованные. Каким образом бракованные? То есть если вы, допустим, идете в экспресс, вам все равно, вы просто берете товар, потому что он дешевый, его можно взять за такую маленькую цену, и вам не важно, какого он качества. Я в этом смысле принципиальный человек, даже дешевый товар должен быть качественным. В принципе, что в этих подсвечниках такого некачественного? Во-первых, внешняя стенка, она матовая. И на некоторых она была поцарапана, либо прям вот слои соскоблены, так сказать. Было очень некрасиво. То есть видно, что брак. И были еще подсвечники, на которых рисунок нечеткий. То есть это не снежинка, а какое-то непонятное абстрактное животное там изображено. Вот. В общем, вот такие у меня три. Но я думаю, что, может быть, на днях я зайду. Если они еще будут, я возьму еще один серебряный. Потому что я все-таки планировала взять четыре подсвечника. Так. Это я взяла совершенно не планируя. Я просто, когда их увидела, я поняла, что это такие мимимишки. И они звенят, как рождественские олени с Санта-Клаусом. Ну, в общем, здесь такие бубенчики прикольные, типа это ножки у них. И два таких веселеньких, пьяненьких оленя. Ну, они такие забавные. В общем, это я не планировала, но прихватила. Так. Что еще? Достаю просто подряд. А, появились такие формочки для печенья. Там были совершенно разные. Елки, Деды Морозы, снеговики. Вот, если я у девочек видела видео, там кто-то снеговиков брал, кто-то Дедов Морозов, кто-то елочки. В общем, разные товары, как бы у всех. Ну, вот у нас были варежки. Я, конечно, не совсем для выпечки взяла. То есть, может быть, самую большую варежку, ну и вот среднюю, так сказать, по крупности, можно использовать для выпечки. А самую маленькую и среднюю по малости для полимерной глины. Потому что, по сути, качество у них довольно приличное. То есть, они плотные, толстые, аккуратненькие. И не вижу, как бы, недостатка. В принципе, и там, и там используются одни и те же, один и тот же металл. И у меня есть очень много таких форм, которые я использую и там, и там. То есть, например, крупные формы я не очень люблю использовать в пластике, в работе с пластикой. Поэтому я использую их для выпечки. Но, естественно, я их не использую и там, и там. Потому что, сами понимаете. Так, перейдем дальше. Появилась... Появилась такая вот штучка. Это, типа, сборная игрушка на ёлку. Там были петушки какие-то... Я даже не знаю, что ещё было. Петушки там точно были. Больше не помню, что было. Ну, петушков очень много, поскольку грядёт год петуха. Но я петухов не очень люблю. Не знаю. Я, в общем, взяла домик, но он мне не для ёлки. То есть, это я для своих миниатюр. И я пока не буду его собирать. Не знаю. В принципе, 50 рублей для домика. В общем, это для миниатюр. И я пока ещё не решила, куда его применить. Просто были идеи. Вот. Потом там появились новогодние тарелочки. И я просто с ума сошла. Из-за этого тарелки как-то меня стали очень уж соблазнять. Потому что раньше я на тарелки и на посуду никогда не смотрела в экспрессе. Но там появились вот такие вот квадратные. Они стеклянные. Сзади, то есть, это рисунок приклеенный. И сзади они белые. Ну, то есть, видно, что рисунок приклеен именно сзади. В принципе, за такую цену, как бы, вполне себе приличные тарелки. Ну, я их, естественно, хочу для новогодних всяких вкусняшек. То есть, это какие-то печенья в форме ёлочки. Тех же варежек разложить. Вот. Может быть, мандарины на стол положить именно на эти тарелочки цветные. Там очень много вот таких вот. И такого же плана. Но там ёлочки, их много на тарелке. И они без вот этой ленточки золотой. Вот таких тарелок очень мало. По крайней мере, в нашем магазине. Вот было штуки 4, я выбрала. И ещё там есть ещё какие-то красные, но тоже не очень симпатичные. Поэтому, как бы, я выбрала то, что мне понравилось. Вот. Так, что ещё новогоднего такого? Ну, тоже, по-моему, у кого-то из девочек, не знаю, сейчас поместится он вообще в кадр или нет, я выбрала вот такого Деда Мороза ёлкой. Он довольно большой, как видите. Он так примерно у меня вот на плече, на руке сидит. Вот он довольно приличный. То есть... Извините. Так, тут... Размеров тут не написано. Но я думаю, что он где-то сантиметров 45. Ну, 40 точно. Вот. Вообще, он... У него чёрные сапожки глянцевые, мордочка телесного цвета глянцевая и варежки глянцевые. Всё остальное у него переливается перламутром. Вот, если видно. Ну, и поясок чёрный ух. Не знаю, видно ли, не видно ли. Вот он так... Ну, тут вот поблёскивает что-то. Вот он весь, в принципе, поблёскивает. Ёлка, там и звезда. Прокола не попался. Я их выбирала целый час, Лена. На меня охранник косился. На меня все эти бабульки, которые тоже пришли туда за новогодними товарами, косились. И в итоге мне всё-таки попался бракованный. Тут ёлка облезла. Ну, ладно. Вот. И, в общем, к нему. Так как, собственно... Кто там был ещё? Снегурок там не было. Там была просто ёлка, по-моему, огромная, зелёная. И... И всё. И к нему я выбрала ещё вот такой милый снеговичок. То есть там ещё снеговички у нас были. Снегурок не было. Я бы взяла снегурку ещё. Вот. Хочу... Не знаю. Или на дверь повесить. Я вообще думала, может быть... А, там ещё были эти... Боже, как... Круглые... Как называется? Типа венок. Из шишек, веток. Там каких-то цветочков красненьких. Я думала, может быть, такой повесить на входную дверь и украсить мишурой. Типа в этой квартире встречают Новый год уже. Но, не знаю, у нас такие стрёмные соседи. Не сопрут ли они мою декорацию за 50 рублей? Вот. В общем, я взяла вот таких двух товарищей. Скорее всего, повешу на шкаф в коридоре на входе. Вот. Потому что это... Они довольно масштабные. И пристроить их куда-то, где бы они списались, идеально. Я даже не знаю. Вот. Так. И сейчас последний товар. Это вот такие формы для выпечки. Я думаю, что... Ну, успаковывать я не буду, потому что, в принципе, их все уже видели у других блогеров. Вот. Я думаю, что видно. Это мордашки из Дед Мороза, сапожок, колокольчик. Какой-то шарик, что ли. И елочка. И вот тут, кстати, был прикол. Кстати, форма не особенно плотная. Я до этого брала другую форму для кексов. И она была более плотная. Из плотного силикона. Вот тут, как всегда, прикол. Я не знаю, там была новая девушка, кассира, или просто она первый день работала, или она, не знаю, тяжелый рабочий день, и она устала и плохо понимала, что делает. В общем, она мне пробивала, 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 пробивала. Я думаю, что видно. Надеюсь, что видно. Вот. В общем, она дважды пробила форму для выпечки. И дважды пробила набор формочек для чего-то там. Но набор формочек она потом скинула, то есть минус один товар. А форму для выпечки не скинула. Вот. И, в общем, пришлось мне прийти и выбрать себе еще одну. Я хотела что-то другое, либо такую же, с разными фигурками, либо, ну, что-то необычное. Но там ничего такого не было больше. И такой формы с разными фигурками не оказалось. Поэтому пришлось взять елочки. Вот. Вот такой получился наборчик. для Нового года. И еще я хотела взять там белые рамки. Но, к сожалению, их не оказалось. Или я не обратила внимания. Там почему-то было очень много народу. Поэтому слишком задерживаться там не стало. Вот. В общем, такие получились покупочки к Новому году. Я думаю, что в ближайшие дни то, что мне очень хотелось там купить, но этого не было в продаже, я, наверное, докуплю. И, соответственно, покажу вам, что это будет. Так что подписывайтесь. Ставьте пальчики, куда хотите. И не пропускайте новых видео. Они, соответственно, будут. И скоро, скоро, еще до Нового года появятся новые рубрики. Так что пока-пока. Пока.